Всем приветики, с вами Миллис и мы продолжаем играть в One Piece Odyssey. Так что, бери покушать, приятного тебе аппетита и надевай наушники. Поехали! Так, ну что ж, начинаем с того, что мы уже идем в пустыню. Я видел в океане какого-то вроде кота? Наверное, морской кот. Мы встретили одного по пути сюда, помнишь? А, Дот, гигантский котяр! Жаль, что мы его не съели. Вид у него аппетитный. Эй, ты разве не помнишь, что сказала Виви? Нельзя есть котиков. Это священные животные. Даже в мире воспоминаний? Нет. Просто невероятно. Вот тогда он, наверное, говорил про морских котиков. Это уже слишком. Я запрещаюсь. Эй, я помню эту дорогу. Раньше у нас оставили там Мери. Думаю, теперь его там не будет. Так. Об этом, конечно, кому попало не расскажешь, но я веду дела с пиратами. Большинство из них встают на якорь в западной лагуне. Но, учитывая, что происходит в океане, вряд ли в ближайшее время у меня будут клиенты. Кстати, если тебе нравится эта игра и прохождение, то не забудь поставить свой царский лайкосик и написать очень приятный комментарий. Мне будет приятно. Так что, все, спускайся. А пока я разобью вот эту штуку. О. Все. Спасибо тебе за лайкосик. Так, копия я. Ой, какая девочка. Я хочу поиграть на берегу, но мама говорит, что одно нельзя. Ну, я с тобой не пойду, я пойду сам. Я пойду сам. Во, бегать я умею. Хорошо. Вспоминаю. А, это наш корабль. По-моему. Ёлки, иголки. Это наш кораблик-то. Луфендий, наверное. Или Баранович. Ох, красота. Пиратский корабль сразу видно. Сразу. Мэри, это же Мэри. Ух ты, Мэри правда пропускает воспоминания. О, как он прекрасен. Я так счастлива, что снова вижу тебя. Снова встретились, Мэри. Такая-то чуть-чуть громковато. Не знаю, постоянно меняется громкость, хотя я ее не изменяю. Так. Так, что мы здесь можем поискать? Так, там есть человек. О, не, что-то можно. Что-то можно посмотреть. Что это? Груз какой-то. Что это такое? Эй, не трогай. Я не трогаю? Врешь. Ты трогала. А ну валите отсюда, крысы. А что так жестко-то, а? Что вам нужно? Убирайтесь отсюда. Что-то совсем как-то неприветливо и недоброжелательно. Может, это ты здесь, крыса? Что это за груз такой, что он отпугивает нас? Что-то незаконное? Эй, смотрите. Сколько там кораблей дезора? Это же блокада. Эй, что нам теперь делать? Думаю, придется найти другой путь в Рейнбельс. Но почему все это происходит? Все совсем не так, как раньше. Я думала, что предупредила вас. Не обязательно все будет происходить так, как в прошлом. Ладно, пора отправляться в центр Наноханы. Там мы поговорим. О, ладно, ну да, надо же. Я думаю, мы сможем снова поплавать на мэрии. Слишком много персонажей. Приготовьтесь к путешествию по суше. Путешествие по суше? Я хочу на воду! Я хочу туда! Это не тот корабль, на котором вы прибыли на форт. Это Гоинг Мэрии. Кровелла с треугольными парусами. Я не очень понимаю, что это значит, что у Мэрии хороший корабль? Конечно! Но какие столь острова мы на нем не плавали? Он был нашим кораблем в Досане. Понятно. Ладно. Теперь нам нужно подготовиться к путешествию по суше. Как мы могли бы съесть на мэрии, если бы не корабль Дозора? Что ты так расстраиваешься? Потому что Мэрии один из нас. Но это же корабль. Да, и правда. Это же просто кораблик. Но для них это не просто... А ты что, прилечь решил? Ой, все в порядке. Мой живот. У тебя живот были? Я врач. Позволь мне тебя смотреть. Когда слышишь от маленького оленя, это необзывательство, что он врач, я бы не доверилась. Странное дело. Лехорадки нет. Пульс нормальный. Что с тобой такое? Наверное, он очень сильно болен. Разве ты не можешь понять, что с ним? Должно быть. Это какая-то особенная болезнь, которая распространена только в Алабасте. Эй, ты, у тебя первый раз такие симптомы? Нет, со мной так уж было раньше. Несколько раз. Понятно. Раз с тобой такое уже случалось, может лекарство от этой болезни продается где-нибудь в Нанахане? Надо посмотреть на городскую площадь. Там чего-то только нет. Вперед, как врач, я просто обязан ему помочь. Будь здесь, мы скоро вернемся. Надо спешить, площадь к северу отсюда. Да куда он денется? Ему только ползать, походу. Может съел что-то не то? Ой. Странные дела. Что-то изъеваем. Ой-ой-ой, не игра интересная. Это не из игры. Какая странная болезнь. Как так вышло, что ты не можешь поставить диагноз? Наверное, я недостаточно хороший врач. Надо спешить. Ты хороший ты, врач, я уверена. Просто что-то пошло не так. А, ребята, вы хотите пройти за ворота? Очень жаль, но они сейчас закрыты с сегодняшнего утра. Похоже, привратник где-то обронил ключи от них. Какой ужас! Нам надо как можно быстрее добраться до площади. А что такое? За покупками спешить? У меня в лавке огромный выбор. Мы ищем лекарства. Особое лекарство из-за лобасты, которое помогает от боли в животе. Особое лекарство от боли в животе из-за лобасты? С этим ничем помочь не могу, но вряд ли вы его добудете, даже если доберетесь туда. Вчера королевская армия вымела из Нюнахана все лекарства. Они забрали все, включая иму запас. Ого! А как? А с чего это они? Кто знает, говорят, королевское распоряжение подробностей не уточняют. Странная история. Ты ничего, брат, не знаешь, Робин? В это время в Нюнахане как раз начинали готовиться к проекту Утопия. И часть этой подготовки вроде как называла захват ресурсов. Значит, Барок Воркс могли лекарство забрать? Эй, лавочник, а ну-ка скажи, куда пошли ребята из королевской армии? Я только знаю, что они направлялись на площадь. Королевская армия сегодня с утра была по ту сторону ворот. Значит, нам нужна кавань. Ладно, спасибо, что сказал. Пошли, ребята! Надо забрать лекарство у Барок Воркс. Барок Воркс или как там? Так, хорошо, верните украденные лекарства. Только каким образом, а? М-м-м. Что-нибудь еще видел парня, который забрал лекарство? Так, привет. Видел ли я королевскую армию? Я видел, как они направлялись с гавань довольно давно. И тащили с собой кучу припасов. Интересно, для чего? Ну, не похоже, что прямо он дал нам нужную информацию. Ну, ладно. Блин, как эти яйца-то добыть, а? Ладно. Вот эти всякие ништяки я уже не трогаю. Потому что я не знаю, как будет достать. И у нас их очень много, на самом деле. Мы пока даже не начали готовить, хотя уверена, что Санджи сможет готовить. Мы сможем за него готовить еду и потом пополнять хпшки, всякие приколюшки получать. А, сейчас непонятно. Так, девчонка. Солдаты порошли здесь к берегу. А когда я попыталась с ними заговорить, они разозлились и велели мне заткнуться. В первый раз вижу такого солдата в солнечных очках. Может, что-то случилось? Другие солдаты обычно гораздо симпатичнее. Все же тот был не таким уж и хорошим. Я же говорю, какую-то фигню он там держит, а? Раз не дает дотронуться. Что такое? Вы кто такие? Значит, это ты забрал себе все лекарства в Юняхане? Да как ты мог сделать такую ужасную вещь, когда столько больных нуждается в лечении? Заткнись, я действую по приказу короля. Я не собираюсь перед тобой учитываться. Немедленно верни людям лекарства. Заткнись, если у тебя с этим какие-то проблемы. Разбирайся с королем, который дал мне приказ. Это что-то громко. Давно так громко не было. Я отлично знаю, что он работает на Баро Кворкс. А он явно намерен притворяться, что состоит в королевской армии. Ничего, Чоппер, у меня есть идея. И какой у тебя план? Прошу прощения, я просто испытывал тебя, чтобы убедиться, что ты настоящий боец королевской армии. Ты из миллионов, верно? Ну вот, а мы из миллиардов. И получили приказ самого верха забрать у тебя лекарства. Что? О чем это ты говоришь, особо? Устраивайся поудобнее и смотри. Миллиарды! Так что ж ты сразу не сказала, я собрался лекарства в городе, как приказывали. Вот, смотри. Отлично, тогда я их забираю. Люди в городе и вправду очень страдают без лекарств. Они будут ненавидеть короля еще сильнее. Смотри, 400 доктора? Но больная все равно может умереть. Эй! Мы с легкостью вернули лекарства, но я просто не могу идти вот так. Ну, ты же слышал, что говорит доктор Луфи. Что ты хочешь делать? Давайте поколотим его и вернемся лекарства. Ладно! А давайте. Так, готова, я готова, на тебе. А у ничего такой сильный, на самом деле. Что ж. Начнем. Начнем. Ага, ей нужен стрелок. Стрелок, стрелок, стрелок. Значит, сюда. Боевая команда. И вместо доходя его, меняем на стрелкам. Так, отлично. Теперь атака. Полагаю, теперь моя очередь. Да, только что-то мы не особо справляемся. Так что давай, типа, очень сильное твое заклинание. Так, ну давай вот это. Стиль одного меча. Песня льва. Хорош. Максимум ТП. Так, давай посмотрим, что у тебя по навыкам. Мой хороший. АТК, АТК. Давай вот это. Обморок. Поселение в мускулах. Так, отличненько. Дальше. Что у тебя? Мгновенное извлекание клинка из ножей. Рассекает цель. Мгновенное. Понятно. Рассекает противника, вращаясь словно мельницы. Ага, это для одного. Это у нас тоже для нескольких. Торнадо. Это ловушка. Ага, удар мечом. Давай. Так, неплохо. Что? Вы куда-то собрались? Давай, покажи, девочка моя. Так, навык. Обрушающая цель сильный ветер за счет смешивания горячих и холодных потоков. Ага, это мы меняемся местами, по-моему. Ага, избежать удара союзников. И молния. Призывает молнии, созданные грозовой тучей, парализует цель. Их, когда их слишком много. Но нам такое не надо. Давай вот это просто. Задела циклон. Я вас доберусь, где бы вы ни были. Так, заодно мы просто изучаем еще их навыки. На самом деле, они прибавились в прошлой серии. Так что надо бы поизучать. Наносят ожоги. Ожог. Прыть. Ага. Вот это слабое. Что-то слабое. Вот это лучше не использовать. Семь цельных, которых легко обмануть. Так, хорошо. Молот. Ударяет молотом по слабому месту. Неплохо. Прицеливается и выстреляет огненный. Пулька наносит цели. Ожоги. Затрудняющий обзор. Зачаровывает цель. Дымовая пулька. Бьет надувным молотом. Это слабое что-то. Тогда ему нужен ожог. Давай ожог сделаем. А ему что, вообще пофиг? Ему вообще пофиг, что ли, было? А, не, нормально. Нам, видимо, просто не показалось, сколько снялось. Не, я могу исцелить любой памятник или рано. Ну вот мы и вернули все лекарства. Но мы не знаем, куда их отнести. Пойдем спросим человека из лавки. Отлично, мысль. А я пока проверю, снимут ли эти лекарства больше в животе у того парня. Неплохо. У нас давно не было боев. Насколько я уже помню. Так, верните лекарства в лавку. Вот и вот здесь и валяйся. Их, пожалуйста, не надо больше. Ну ладно. Я больше так не буду. Так, хорошо. Теперь нам нужно вернуть в лавку. Так, давай-ка возьмем... Чоппер. Нет, давай возьмем Роппи. Вот. Красавица. Так. Потом можно будет посмотреть, какие на них есть перки. На них, кажется, есть всякие такие перки. Так, 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 так. Вниз. Информация о повышении уровня навыков. Ага. Так. Я посмотрю, ни у кого ничего нету? Нет, ни у кого ничего нету. А вот, когда мы будем возле костра, там, по-моему, сможем менять и науки. Майкадайл ужасно поступает. Кройдет у города самое необходимое. А вы уверены? Тут все совсем не так, как в прошлый раз. Я думаю, что какие-то изменения будут, но, скорее всего, на основные события это не повлияет. То есть как, скорее всего? Так, ты как? Ты живой, скажи мне? Походу, не очень. Потерпи, мы найдем лекарство. А ты, главное, держись. Ну, мы как бы уже нашли. Ладно. Хорошо, тогда нам сначала нужно вернуть лекарство, а потом полечить этого бедолагу. Итак, мы, вообще-то, отошли от главного сюжета. Всеми этими бегалками за лекарствами. Ага. Не даете нам ворота, блин, открыть. Ой, это же лекарство, которое забрала королевская армия. Откуда оно у вас? Ага. Так, это были самозванцы? Кто-то мне показал, что они как-то скользкие. Спасибо, отнесу я лекарство туда, где мое место. Отлично, спасибище. Так, я могу теперь узнать насчет особого лекарства и золобаста для живота? Точно, вы же лекарство искали, но я ничего о таком не знаю, к сожалению. Ха, а может, хоть какой-нибудь есть? Там человек жалуется, что у него живот болит. Ха, это случайно не такой сад и мужчина в очках? Да, ты его знаешь? Ха, конечно, это он и есть. Это ему нужно больше, чем лекарство. Лекарство. Энергетическое яблоко? Оно поможет этому парню? Да, берите его за счет заведения. Отдай яблоко, ему и сам увидишь, что будет. Яблоко? А мне уже интересно стало. А ну-ка, что с ним будет? Я уж подумала, что ему это, бутылку надо. Что для него это, типа, здесь норма валяться и говорить, ах, живот мой, живот. Ой, дайте мне только что-то попить. Входу яблоко надо? Волшебно какое-то? О, то, что требовалось. Я не помню. Интересно. Эх, это как глоток жизни. Энергетические яблоки такие вкусные. Ух ты, Ани. Прям аж подскочил. Я думаю, он просто проголодался. Ага, именно так. Надо было сразу так и сказать. Да, я не нашел никаких нарушений и решил, что у тебя болезнь, которую я еще не знаю. Прости, но в Алабасте нас таких много. В последнее время трудно раздобыть еду и воду. Настолько? Ясно. Я тебя понял. Но все же, если проголодался, лучше сразу так и сказать. Но я же извинился. Меня опять занесло. Я обычно клянчу подачки у прохожих или у лавочников. Вот почему тот парень все про тебя знал. В любом случае, спасибо. Вы меня просто спасли. Пожалуйста, помогайте дальше таким, как я. Ой, кстати, сможете отнести этот ключ в человек в ворот? Я его нашел на земле, пока я ждал вашего возвращения. Отлично, теперь мы сможем пройти. Почему бы тебе самому его не отдать? Я наелся, а теперь засыпаю на ходу. Да, это нормально. Поесть и заснуть. Смотрите, улегся, спит. В любом случае, я рад, что все в порядке. Кроме того, похоже, теперь мы можем пройти за антиворота. Да, и это прекрасно, потому что нам все равно туда надо. Блин, это ж надо вот так вот нажраться и заснуть яблоком. Я, конечно, тоже, да. Когда сильно наешься, то клонит спать. Потому что все силы организма уходят на переваривание еды. Но он, как бы, яблоко просто съел. Ой. Но я еще ни разу так не засыпала. Нельзя так делать. Нельзя поесть и сразу спать. Это плохо. Пищеварение останавливается, а значит, еда не переваривается, а потом будет плохо. Очень. Кажется, этот ключ никогда не найдется. А, вот он где, я его все утро искал. Откроешь нам ворота? Ой, да ради тебя нами. Кто угодно откроет любые ворота. Да, подождите, я мигом. Красота. Отлично. О, ну вот открыл. Спасибо, что нашли мне ключ. Стоп. И что мы ты должны делать? Нам надо в рейнбейс. Так что давайте поспрашиваем, как тут добраться. И раз мы пойдем через пустыню, нам понадобятся припасы. Для начала давайте соберем побольше еды. Луфи, ну ладно, можно и так. Супер, пошли, народ. Думаю, сколько ты ешь, не напасешься припасов. Так, нужно собрать припасы. Еды, воды. О, я вижу справа какой-то компас на карте. Ну, карта слева, вот что-то там вот справа сейчас. Вот, мы можем куда-то зайти. Видимо, что-то взять. Впервые раз, раз вижу столько людей. Погоди, а ты когда-нибудь покидал остров? Нет, я тоже впервые в мемории. Так, давайте-ка возьмем Луфика. Базовые духи. О, здравствуйте, здравствуйте. Ай-яй, 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 кунг-фу, дюгонь. Блин, они такие милашные. Хм, кажется это кунг-фу, дюгонь. Что они делают в этом переулке? Это те, что проиграли Луфи и Реки Сандоры и стали его учениками. Они говорят, мастер, мы искали тебя, чтобы попросить об одной услуги. Как что, подойти и спросить? Да. На нас напала ящер Сандоры и мы проиграли. По нашему обычаю, мы должны стать учениками того, кому проигрываем. Так что они делают все, что им скажет ящер. Понятно, то есть, другими словами, ты хочешь, чтобы мы помогли тебе спасти твое стадо? Нет, это наша проблема, мы хотим сами спасти свое стадо. Так что, пожалуйста, мастер, поучите нас еще немного. Серьезно? Респект вам и уважуха. Ну хорошо, давайте-ка попробуем на меня напасть. Погоди, Луфи, нам надо подготовиться. Серьезно, давайте скорее. Мы будем ждать детей, скажите, когда будете готовы. Хорошо, мы скоро вернемся. А-а-а, это побочный сюжет, побочное задание, классно. Так, кунг-фу дегон, малый окорочок мы получим походу. Кунг-фу, кунг-фу дегон я захватил ящер Сандоры и команде нужно потренировать их. Поговорите с ним, как будете готовы. Ой, смотри-ка, так, карта. Основной сюжет красненькая и побочная. Вот она. Давай. Точка сохранения, торговец, таверна. А давай выполним, мы никогда не выполняли, а что? Ай-яй-яй. Они спрашивают, что готовы ли мы их учить. Простите, что ставили ждать. Давай приступим. А я не стану сдерживаться. Отлично, у нас не было давно экшена. Я не промахнусь. Да ты какой-то... Извини, но... Извини, но ты слишком... Ты слишком не очень, не подходишь. Так, давай навык. Удар по... Так, это мой. Рассекать противника, словно мельцовое кровотечение. Торнадо, давай торнадо. Кажется, мы переборщили маленько. Забавно было, правда? Ага. А вы, ребята, даже стали сильнее, чем были. Думаю, вы уже готовы сразиться с этой ящерицей. Ты с одного удара всех крякнул. Какая ящерица. Что ты хочешь делать? Вам надо еще потренироваться? У нас все лично. Похвалы для нас. Похвалы для нас. Большая честь. Бой с нашим учителем придал нам уверенность, в которой мы так нуждались. Теперь мы вызовем их на бой. Спасибо за тренировку. Понятно. Изо всех сил желайте ее победы. Удачи. Честно говоря, я рада, что они не пошли дальше с нами. Да. Увидимся, ребята. Береги себя, великий учитель. Желаю спасти твоих друзей. Дело закрыто. Вот так мы справились быстренько. И, по-моему, получили окорочок. Ну, не вы окорочок, а окорочок получили. Так. Это мы сделали. Отлично. Тут у нас есть торговец. Давай зайдем к торговцу. Это очень интересненько. Такого у нас еще не было. Лавка-мадраса. Ой, круто. Так, что у нас тут? Тут у нас какие-то бутылочки. Интересненько. Эй, напитки в бутылках. Ого, ничего себе цены. Жуть как дорога. Тогда валим отсюда. Валим отсюда. Стой. Давайте я спрошу, что за цены. Добро пожаловать. Что вам угодно? Давай купим. Так. Можно у него купить всякую вот эту фигню. Которую мы, кстати, можем продать. Можно использовать материалы всякие. Короче, нам это ничего не надо. Я думаю, может, что-то... Можно какую-то одежду покупать. Украшения, талисманы, блин. Оказывается, нет. Ну ладно. Так, есть еще одно побочное задание. А вы пираты. Вид у вас внушительный. А тебе какая разница? Можешь подраться с кем-нибудь другим. Прошу прощения, но дело не в этом. Я предлагаю пиратам работу. Ты предлагаешь пиратам работу? Я в некотором роде посредник. Меня зовут Марзин. Очень раз знакомствую. Ну, и что у тебя за работа для нас? Легкая и необременительная охота за головами. Охота за головой? Да ты шутишь. За нас самих назначена награда. Я знаю. Именно поэтому вам нужен посредник вроде меня. Э, а о чем это ты? Все просто. Ловите преступника и передаете его мне, а я выплачиваю вам награду. Таким образом, даже пираты вроде вас могут получить награды, которые иначе вам бы не досталось. Хм, понятно, ты берешь себе определенную долю. Да и что ж такое? Это в глаз попало. Похоже, преступник. Или то, что за нас назначена награда. Ха, конечно, я же неблагодарительностью занимаюсь. В любом случае неплохая сделка, да? Интересует вас? Да, мы согласны. Я рад, что вы заинтересованы. Давай глянем. Посмотри на доску объявлений в таверне и выбери награду. Мы туда вроде и так собираемся. На доске объявлений в таверне есть заявки от посредников вроде меня. Думаю, злобные братья вам как раз подойдут. Давай глянем. Спасибо, дядюшку. Если решите попытаться поймать злобных братьев, возьмите задание на доске объявлений в таверне. Можете получать награду за чудо-голу. Вот ваша доля. Приглашение посредника и шесть тысяч чего-то там. Марзин выдает награду за преступников. Да у нас полным-полно денег на самом-то деле. Побеждайте преступников, чтобы получить часть награды. Список преступников вы найдете на досках объявлений в таверне. Но куда нам эти деньги тратить, а? Яблоки покупать? У нас их уже полно. Я их даже уже не собираю, понимаете? Вот. Вот. Вот, ты посмотри. Вот. Я уже это даже не собираю. У нас этого полным-полно. Вот такие вот дела. А, вы только что распродали весь товар длительного хранения. А мы? Понадобится время, чтобы привезти достаточно на время. А, точно. Зайдите вон в ту контину. У них там всегда большие запасы еды и воды. И владелец очень милый. Не сомневаюсь, что он вам поможет. Хорошо. Мне как раз надо в таверну на самом-то деле. С тобой. Это остров Боб. Лучше еды на Нахане. У вас просто сленки потекут. А вам нужны припасы для перехода через пустыню? Тогда поговорите с владельцем. Он наверняка вам поможет. Хорошо. О, сохранение. Это нам надо. Я как раз видела на самом деле небольшой спойлер. Что в пустыне нас ждет что-то большое. Что-то типа еще одного босса. Что-то прям такое жестокое. Ой, кстати, об этом. Где-то здесь мы Эйса встретили. Интересно, он тоже перекусить ушел. Вполне возможно, у него этого места отличная репутация. Я кое-что вспомнил. Что такое? У Эйса была привычка засыпать во время еды. Это так классно. Ты тоже так делаешь иногда. Да. О, давай глянем. Злой Бульбро. Сколько за его голову? Так, так, подожди. Три миллиона? Три миллиона. Из мировой экономической газеты. И как раз, когда за старшего из истоки в братьев-пиратах была назначена награда, эта парочка устроила беспорядки в Нюнохане, использовав наличные, чтобы заманить ничего неподозревающих охотников за головами в ловушку. Заявление жертвы. Эти ребята забрали все деньги, что я выиграл в Рейн Диннерс. Если бы он был один, я бы его легко вырубил, но вдвоем они мне здорово поколотили. Давай возьмем. Ух, парати-пираты, они как сильные. Судя по награде, им особо хвастаться нечем. Ну ладно, будет отличная разминка. Давайте с ними быстренько разберемся. Хорошо, погнали. Так, отлично. Задание присылка, одолейте преступника. Хорошо. Что у нас по карте? По карте у нас пойти туда налево. Хорошо, хорошо. Так. У вас проблемы с припасами? Ай-яй-яй, плохо дело. На мой магазин уладят все ваши проблемы. Надо помогать тем, кому нужна помощь. Вон там наш повар, поговорите с ним. Он готовит всю еду в магазине. Где? Ты повар? Ой. Сколько красивой еды. Ух ты, боже мой, ты ничего так готовишь. Эй, ты ведь тут повар? Эй, ты ведь тут повар, да? Покорми нас. Да, я слышал, как вы говорили с хозяином. Только это не бесплатно. Что? Ты хочешь забрать наши деньги? Ну, брать деньги за еду не совсем уж глупая идея. В смысле? А мы думали это бесплатно, что ли? В смысле? О, это все... Чего? Ха, поймите меня правильно. Мне не деньги нужны. Эй, ты. Я? Да, ты ведь кок, верно? И чертовски хороший кок. А то, это уже по моему виду понятно. Повар-повар издалека видит. Хочу, чтобы я такое что попробовал. Что ж, я не против. Отлично. Здесь и друзьям твоим хватит. Опаки. А это интересно. Это интересненько. Ой, какая вкуснятина. Да, неплохо. В этом супе множество ингредиентов, но они все так чудесно сочетаются. Такое не каждому под силу. А ты разбираешься в еде. Я рад, что мне довелось тебя обслуживать. Хочу попросить об одной слухе, потому что я очень тебя уважаю. Хочу попробовать такой же вкусный суп, как этот. Если приготовишь суп вкуснее этого, я накормлю восьмерых бесплатно и даже воды налью. Ну ладно, пару кам. Отлично, найди меня, когда закончишь готовить. Жду с нетерпением. Есть какие-нибудь мысли, Санчо? Супе вправду был изумительный. Из обычных ингредиентов ничего похожего не сваришь. Да ладно, он все сможет. Так, но поблизости из ингредиентов прежде всего добыть скорпионь и ножки. Скорпионь и ножки? Их можно есть? Да, но сначала нужно отрезать их, не повредив ядовитые железы. Это не так-то просто, но для меня не проблема. А еще мне нужны песчаные ракушки. Из них получится идеальный бульон. Песчаных ракушек в этих местах просто пруд пруде. И вы найдете их на ближайшем пляже. А что будем делать, когда их соберем? Можем вернуть сюда и займем их кухню. Я приготовлю лучший суп в мире. Хорошо, соберем ингредиенты и поедим супа Санджи. Ладно, я помогу. Только не надо забывать, что у нас цель собрать ингредиенты. Да. Так, что на пляже будем собирать все? Ракушки, ящериц, там, скорпионы. Эй, Санджи, мы у Западной Лагуны. Найдем мы тут песчаные ракушки, которые ты говорил. Да, должны найти. А как нам их найти? Может, разделимся и попробуем покопаться в песке? Нет, просто ставь это мне, Нами. Сбор ингредиентов это один из многочисленных навыков, которым должен обладать Кок. У Санджи, как у любого Кока, нюх на редкие ингредиенты. Переключайтесь на Санджи, когда он чувствует ингредиент поблизости. А ну-ка, найдите песчаные ракушки. А это мне уже нравится, это уже очень интересно. Но, я думаю, уже тогда продолжим в следующей серии. Если хочешь продолжения, то обязательно поставь лайкосик, напиши об этом в комментариях. А также, если ты здесь первый раз, то подпишись на канал и нажми на колокольчик. Все, спасибо за просмотр и всем пока-пока.